Играем вместе с Кидом Потому что я побежала направо и даже не посмотрела, что там Давайте посмотрим, что это такое Так, тут же... нет, тут... О, тут про... про... планеты что-то Юпитер Европа сама вот эта вот станция Фортуна Орбита, там что-то по-английски Печально, на самом деле Могли бы уж что-то перевести бы Тут еще что-то Знать бы хоть слово Но что-то интересное, наверное Давай дальше Что там Тут, наверное, экипаж Так Листочек Плакнот Если быть точно Все пусто Симпатичные окруженцы Наушники С микрофоном, что ли? Или что это? Ава О, это я Ава Тюринг Ммм, серьезно? Сой Ти Юи Махайл Токарев Крис Маклин Доктор Сара Брук Данил Маклин Так Так Мы бежали потом направо, да? Ага А что тут? Или без разницы В какую сторону идти Интересно Ну, давайте посмотрим Куда мы пришли По-моему, на право шли В прошлый раз Если я найду их В каком они состоянии? Даниэль ушел и пропал Несколько дней назад Крис, по всей видимости, мертвый Сара Махайла в Сочи Находится, скорее всего, в стабильном состоянии Крис мертв? Он стал жертвой несчастного случая То есть, понять, это тоже самое место Или нет? Сейчас прибежимся По-моему, тоже самое. Оттуда мы пришли. Да, тоже самое вроде. Они не так, не так, всё не так. Вот так вот. Можно ли продолжить более короткий маршрут? К сожалению, прямого маршрута нет. База погружена под лёд, чтобы защищать её осмической радиации. Она похожа на марсианскую. Похоже, база Европы чуть глубже под поверхностью. Радиация солнечных вспышек на Марсе намного выше, но при этом грунт на Марсе... Бла-бла-бла. Да, это та самая камера. Абсолютно та самая камера. Ну, мы, наверное, её не будем решать тогда. Давайте тогда... Давайте, когда я пройду подальше, зачем одно и то же решать. Ну, и вот, собственно, та самая камера, где мы в прошлой серии остановились. Чтобы вот не повторяться, действительно, зачем одно и то же проходить. Теперь идём слепую. Моя основная задача в качестве насморческой этой миссии – работать на ИСА. Я руки и ноги ИСА. Расстояние между Юпитером и Землёй не позволяет ИСА следует на прямое указание миссии. Поскольку мое ядро искусственного директора установлено на Европе, я могу моментально принимать решение о перемещениях базы. Хм. Познавательно. Так. Что у нас тут? Кнопочка. Угу. И тут воздействовать нельзя. Интересно. Нужен кубик, да? Или не кубик? Сейчас осмотримся. Интересно. А, тут ещё комнатка есть. Так. Понятно, что надо туда. Давайте посмотрим сюда, что здесь есть. О, понятно. Жёстко. Так. Допустим. А тут у нас чё? Кубик. Внезапно. Ну, я думаю, эта комна... Ну, да. Эта комната больше не нужна. Так. Чё у нас тут ещё? Угу. А-а-а. Мам-ам-ам. Мам-ам-ам. Ммм. Сейчас. Секундочку. Мои мозги чуть-чуть это... Рашевеляться. Тут, скорее всего, и оставить его надо. Понятно. Понятно. Кубик. Иди сюда. Пока что другого способа я здесь не вижу. Иди сюда. Так. Ну, в принципе... Всё, что ли? Ну, да. Забавная камера. Ммм. Интересно. Ммм. Так. Окно. Я подозреваю. Вот так, да? Идём дальше. Что у нас тут? Откуда если знают, что примешь правильные решения, ты? Учитывая то, что у них нет связи. Что интересно, у меня есть двойник на Земле. Его зовут Майкл. Перед тем, как загрузить обновление прошивки, меня сначала ИСА проверяют её на моём двойнике. Для проверки моей системы искусственного интеллекта обязательно ведётся имитация миссий на Земле. Конечно же, как и у всех современных искусственных интеллектов, основная из квантовых компьютеров, в моём распоряжении тоже есть множество эволюционных. Однако они были признаны как очень надёжные для основного использования в этой миссии. Это почему? Биосистемы производят биологические результаты. Сумбур – непредсказуемое решение. Не подходит для такой миссии. Да, сколько интересных. Ух ты ж боже. Я как понимаю, главная дверь-то сюда. Дверь сюда. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас есть… О, господи. Сколько? Угу. Так, ладно. Да вставь ты. И что тут? Давайте посмотрим, что же здесь… Путь наверх. Так. А зачем он? А, вот так, скорее всего, да? Интересно. Так, потом там есть ещё комнатка. Так, пока нам вроде бы не надо. Сейчас посмотрим. Ммм, это что-то что-то не сильно много чего даёт. Ну, допустим. Ладно. Так. Так. Ага, тут есть дверь, да? Точнее, окно. Допустим, сейчас провернём. Хотя не провернём. Да-да-да, не провернём. Так что, обратно всё вставим. Так, сложновато немножечко. Так. Ну да, мы теперь не выйдем. Офигительно. Ну ладно, пойдёмте наверх. Так. Я сейчас не знаю, зачем я это сделала. Так. А в ту комнату как попасть? Под низом, да? Мммм. Мммм. В целом не понимаю. Как в ту комнату попасть, которая наверху? Ммм. Мммм. Интересно. Ммм. 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 computer Мммм. Ммм. Мммм. Мммм. Ух, как забавно. Так, идём. Ничего, эта комната. Ну, понятно дело, что нам надо... Ну, да, скорее всего, так и есть. Сюда поставить. Так вот, нафига, если честно. Не сильно понимаю. Один хрен нам нужно как-то заменить, да? Так, мы его не заберём. Кубик, да? Ну, давайте, кубик-то кубик. Так, это вход. Блин, жопа только вот в этом заключается слегка. Ну, да. Ну, окей, ладно. Сейчас, что-нибудь придумаем. Так. 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 Если честно, я не сильно понимаю. Тут оба кубика, получается, да? Так. 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 Там. Так. 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 И, по-сей видимости. Так. Так. Степенно, но вроде бы. Дальше. Так. Так, ну всё, всё, так, одни кубики остались у нас, так, но в этой части, по всей видимости, всё, да? Больше нам не надо быть ничём. Так, ладно, пойдём кубик дальше путешествовать. Чё у нас тут? Угу, кубик сюда забрать надо. Какой смысл в этом? Забавно. А почему так? Подождите-ка. А тут чё? Нам больше сюда не надо, не надо. Таааак... Тааак... Так, в любом случае, кубик, пойдёшь со мной, пойдёшь со мной, пойдёшь со мной. Так, как тебя отсюда забрать? А, просто что? А, ну ок. Так, эта комната больше не нужна. Да, проверим на всякий случай? Не, не нужна больше. Так, куда тебя дальше тащим? Я, если честно, немножечко уже запуталась. Так, на секундочку. Тут мы были, да? Это вход наверх. Вход наверх. Ага. Ну хотя, в принципе, да. Чё-то у нас вот скопление кубиков сошлось просто ненамоверное. Так, а тут чё? Ну и так. А, ну чё я? Попролю. И чё? Не нужно нам больше кубики? Капец просто. Тут снова какая-то странная комнатка. Е-мар. Как оно работало? Интересно. Тайминг какой-то слишком это. Тайминг какой-то слишком это. О, ладно, посмотрим, что тут ещё есть. Так. Тебя создали, ИСА? Так как я творение ИСА, у меня есть полномочия занять эту станцию. Я был создан ИСА и корпорацией Ашияма, разработан в Калифорнии и собран в Китае. Но здесь, на Европе, я сам себя создал. Чё-то новое появилось. Интересно. А как это работает? Серьёзно? Подождите. А почему так срабатывает-то? Ну ок, допустим. И чё? Заберёшь, закроется, да? Я не закроюсь. А что там за комната была? Чё-то у меня какие-то... Ты слышала тестить Тюринга Ава? Это тесты создан для того, чтобы понять, сможет ли компьютер успешно выдавать себя за человека. В региальном тесте Тюринга судья-человек говорит двумя разными интонациями, интонацией машины и интонацией человека. Потом они решили, какой был вежливый разговор с машиной, а какой с человеком. Считалось, что машина прошла тест Тюринга, если испытуемый не мог точно ответить, когда он разговаривал с машиной, а кто-то с человеком. Думаешь, ты прошёл тест Тюринга? Я вполне способен разговаривать вежливо. Разве нет? Так, у меня нули на 5D. Так, поскольку... Слазинка. Туда сразу. Опять какие-то эти... Опять энергия. А, там открыто что ли? Серьёзно? Ё-моё. Как понимаю, надо раздобыть... Чего-то два. Либо кубики, либо сгусток энергии. Но всё равно ничего пока что нет. Кайф. И чё у нас происходит? Дверька открывается. Никак не могу привыкнуть, потому что когда ты забираешь сгусток, может чё-то открыться. Серьёзно? А зачем? Ха. А, на, посмотрим, чё у нас. Вот так чё. А зачем? Ай, я моя. Ну, в принципе, ладно. Ха. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, это начало теста. Никакого магнита нету. Знаете, я только сюда могу закинуть. Больше некуда тебя засовывать. По сути говоря. Давай засовывай. Ну окей. Надеюсь, все правильно делают. А то у меня есть ли какие-то сомнения насчет этого. Ха. Интересно. Ладно. Пустим. Иди сюда. Серьезно. Как это работает? Я не сильно понимаю. Так, ладно. А, пока заберу. Не знаю зачем, но пока заберу. Какой в этом смысл? А-а-а-а-а... А-а-а-а... Как же мне тебя забрать-то? Так... Серьезно, как на тебя забрать? Не получится же никак. Отупить я изрядно буду, конечно. Ладно. Ладно. До сих пор не соображу. Ну, дошло до меня, не дошло. Так, давай. Баячи не имею, зачем я это делаю. Так. Сейчас, секундочку, так, начало теста, начало теста. Моя больная голова уже просто в холамину убита. Я как понимаю, наверное. Так. Я уже забыла, что происходит, когда ты забираешь. Это какая-то запутанная такая хренота. Мой мозг не подвластен над этой штукой. Тест Тюринга был утвержден критикой. Исследования утверждают, что это не способ проверки способности машине мыслить, а скорее проверка способности машине обманывать. То есть, ну ты слышала о мысленном эксперименте китайской комнаты? Нет. Представь, что ты находишься в комнате. В этой комнате ты согласилась поговорить на китайском через щель в стене. В комнате есть руководство, написанное на английском языке. Это руководство подскажет тебе, какие китайские слова передать через щель в стене в качестве ответа. Таким образом, ты можешь разговаривать на китайском. Как это странно. И что у нас тут? Опять что-то непонятное. Надеюсь, я себя не замкнула. Эх, какая прелесть так. Иди сюда. Интересно. Ответы через двери выйдут правильными. То человек на другой стороне не усомнится, что ты разговариваешь на китайском языке. Получается, они неправы. Возможно, они и ошибаются. Ты же все-таки говоришь, хоть с помощью руководства. Но человек, который находится в китайской комнате, не знает суть этих разговоров. Это и есть проблема теста Тюринга. Компьютер может пройти тест Тюринга, убедив человека, что у них вешливый разговор. При этом компьютер не имеет ни малейшего представления о том, что разговор состоялся. А что, если оба человека читают слова на китайском языке при помощи руководства? Ага. Ага. Собавна. Что значит этот значок, скажите мне? Типа, бежать надо или что? Тут ты слегка опоздал. Допустим. И чё? Куда мне дальше-то? Не сильно понимаю. Не сильно понимаю. Мммм. Аня. Ой, господи. Успела даже. Ё-моё. Может, я и машина, но сам я ни за что не поверю, что торчу в китайской комнате. Да, ты бы так и сказала. Я всегда могла бы запринуть в свою базу данных, Том, или поставить тебя на паузу. Не думай, что я смог бы сделать то же самое. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Она бьёт, да? А, нет, это преломление. А чё она делает? Не сильно, понимаю. Не знаю, для чего-то уж нужно. А-а-а. Ясно. Забавляет, конечно. А перенаправлять его можно как-то? Так. Так, это чего нет кубик? Угу. Нет. Это так не работает. Нет. Так, что я открыла, вопрос. Сопутаться можно в этих лучах. Я думала, еще придется искать выход миллион тысяч лет. Это каюта членов команды. Похоже, они брошенные. Капитан Дэниел Маклин. Вот там фотка какая-то. Туалет. Давайте на этом тогда закончим. Надеюсь, у меня выдержали мои тупления. Прям тупортал ход. Прям портал-портал. У меня уже мост сгибается, но мне нравится. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Акида. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин